Ну вот мы сейчас находимся на Ильонской горе рядом с Гефсиманским садом на ступенчиках русского храма Марии Магдалины. Этот храм находится на территории другого часового пояса, то есть только мы выходим и становится на час позже за территорию храма. Нам только что матушка объяснила. И наше путешествие, паломничество по Иерусалиму подходит к завершению, к концу. Еще полтора дня, и мы будем сидеть в самолете уже, в которой будет флайд в Москву. Я хотел тебя спросить, дорогой, ты в Израиле первый раз, и в Иерусалиме первый раз, а я уже четвертый, но как-то иначе, чем раньше. Твои самые какие-то яркие, глубокие впечатления. Майстро, дайте ракурс основного спикера сейчас, просто дайте его лицо поближе. Больше всего я запомнил, как мне мясо не разрешили есть, в общем-то, в ресторане, где подают молоко. Потому что из-за этого ресторан мог лишиться кошерности. Ну а если так больше про духовное, то как-то, ну тут нет такого, что что-то больше, что-то меньше. Тогда то, что запомнилось ярко. Стена плача запомнилась. Чем? Стена плача. То есть, ну тут нет такого, что вот прям чем-то. Ну вот, ну просто вот как-то, ну вот я же говорю про духовность, там не опишешь, чем оно запомнилось. Потому что оно чем-то запоминается, но не запоминается. Тогда скажи, чем переживалось? Ну, как бы о переживаниях, что-то там ощутилось, открылось, допонялось. Это самый сложный вопрос, наверное, за всю мою жизнь. Потому что, ну, переживания описывать вот подобного плана, ну, это, мне кажется, самое, ну, не очень правильно. Потому что, ну а что их описывать? Они же просто происходят. Если я буду их описывать, я буду неправ. Потому что они другие. Но намекнуть. Они неправы описания. Как будто Бога почувствовал, можно так сказать. Хотя я, конечно, там это агностик, атеист и все подобное, но там как будто Бога почувствовал. То есть для агностика выйдет и атеистов портал именно там, я понял. Ну, как камушек взял. Среди евреев очень много ученых и атеистов, но оказывается они там коннектятся. Ага. И из христианских святых мест. Наверное, храм гроба Господня, конечно. То есть, ну, но там, там, вот для меня там было бы меньше Бога. Чем вот, допустим, у стены плача. Ну, вот по ощущениям так чисто. Ну, вот если так рассуждать, ну, в понятиях больше-меньше, там меньше. Я тебя учу рассуждать в понятиях иначе. Иначе, я понимаю. Но для меня это пока что больше-меньше. Дайте мне, батюшка, это чуть-чуть поиграться. Больше-меньше, что-то. Ладно. В особенности, ну, с историкой археологической точки зрения, это прям, ну, колоссальнейшее удовольствие. Потому что, ну, вот там сидел, вот там он, не знаю, стоял, вот там он ходил, вот там он говорил. Ну, и куча-куча всего, и я даже в какой-то момент получил такой легкий передоз вот этой, ну, всей духовной штукой, что я уже так смотрю, и я уже даже не запоминаю, где сидел, где ходил, где говорил, потому что как будто, ну, вот, ну, был вот здесь уже, и уже как-то это замыливаться начинает. Ну, вот, шаббат еще, да, конечно же. Что такое шаббат? Шаббат – это суббота. Что означает «вот еще», шаббат «вот еще» и раскроешь то прошло. Ну, это, ну, в общем-то, суббота, где все отдыхают в память о евреев, которые вышли из Египта, насколько я помню. Нет, нет, суккот – это евреи, вышли из Египта, да, поэтому они строят домики. Шаббат – мне сложно описать, что это такое. Это суббота для меня. Это суббота, которая предназначена для отдыха. Это как у нас в воскресенье. Ну, у нас в воскресенье люди едут на дачу или стирают белье и убирают под дом. Ну, нет, нет, здесь немного не так. Здесь, ну, блин, что-то я нет, все. Не идет мне почему-то. Ир, можешь, пожалуйста, это? Не, не, подожди, подожди, все, 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 все. Хорошо? Вот мне почему-то вообще не идет сейчас. Ну, да. Ну, вот, как будто вот, ну, какой-то темы такой глубинной нет, как будто, знаешь, это какая-то, расскажи о чем-нибудь. Подожди, 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 потому что ты спешишь, потому что ты пытаешься сказать, потому что ты пытаешься сказать, быстро-быстро сказать. Ха-ха-ха. А мы же-то не спешим, нам просто, ну, понимаешь, вот, когда нет ни камеры, ни записи, это же, ну, ты же глубоко и емко говоришь. А сейчас каким-то рекламным слоганом говоришь, так, как на бодреках немножечко, вот. А я-то, видишь, я-то жду, когда так же глубоко и душевно, как лично мужчина. Я просто не могу, ну, если я один раз это сказал, то я уже не могу это повторить, это же, ну, все в переживании чисто находится. Ну, если я, допустим, что-то почувствовал, сказал это в момент, это же совсем другое, чем сейчас. Ну, да, хорошо, дай тебе такой вопрос, боже, задам. Ха-ха. Ты бы хотел переехать жить в Израиль? Я бы хотел переехать жить в Израиль, но там есть еще огромное количество аспектов, которые я еще не исследовал. То есть мы же здесь как туристы, ну, а как тут живется, это не мы, это же по-другому. Ну, все, конечно, ну, и, естественно, там, ну, там, сам процесс репроприации и все-все-все. Ну, желание есть, безусловно. Ну, как минимум, желание получить гражданство однозначно. Но... А что бы что? Например, в Израиль, почему там не куда-нибудь в Таиланд, в Штаты, в Великобританию, во Франции, почему в Израиле? Люди здесь понравились. Ну, я не знаю, ну, они другие. Какие? Ну, вот я побывал в Штатах, я побывал в Таиланде, ну, в общем-то. Ну, все душ вроде добрые, тем более к туристам, это же ходячие кошельки. Ну, нет, нет, немного по-другому. Здесь они какие-то более сплоченные, что ли, ну, то есть чувствуется, что народ в Израиле един, вот так вот. Ну, это, на самом деле, очень привлекает. Ну, и к тому же, мне здесь привлекает очень армия, потому что она добрая. То есть хочешь в Израильскую армию сходить? Ну, конечно, конечно. Ну, потому что она добрая, потому что, ну, на нашу армию смотришь и думаешь, как бы тебе в рожу не дали, а на них смотришь и думаешь, ох, вот так вот, ох. Ну, вот знаешь, вот, ну, советское такое, ох, вот так. Ну, мне кажется, вот, ну, основные причины, ну, а если убрать, ну, ну, чисто практическую сторону получения гражданства, это, конечно, безвизовый въезд, ну, на территорию Евросоюза и, ну, на большинство стран, ну, в большинство стран. Нет, нет, эти, как бы, нюансы. Преимущества, преимущества социальные, они, как бы, очевидны, ну, то есть возможности и так далее. А я же твою душу, спрашиваю, ну, вот когда ты сказал, что эти люди сплоченные, то я это, ну, как бы, это уже больше про душу. А я именно, что, ну, вот, про вот этот вот аспект мне интересно, конечно. Ну, я не могу сказать, что я бы хотел переехать вообще в Израиль, потому что я все-таки люблю Россию. Как бы это парадоксально не звучало, но даже с Петеном нашим, ну, имя которого нельзя произносить, все равно люблю. Даже, ну, с тем, что сейчас происходит, все равно как-то тянет туда. Ну, то есть, ну, Москву люблю на удивление сильному, то есть вроде бы даже грязно, вроде бы неприветливые люди, вроде бы все ходят и грызаются, но, тем не менее, что-то в этом есть. Ну, такое, ну, вот непостижимая русская душа, скажем так. Вот как тебе кажется, в религиозности местных людей, вне зависимости от религии, больше такого формального обряда, или больше, что они это делают вот здесь, как-то с чувством, с мыслом, то есть с осознанностью, вот это вот трендовое слово. Как ты видишь? Ну, почему вне зависимости от религии? Ну, мне кажется, это зависит очень. Ну, то есть, ну, когда мы были в храме гроба Господня, ну, то есть я там смотрел на этих батюшек, которые ходят там, ну, это, что это крестный ход вроде бы был. То есть один батюшка из-под ряса достает фотоаппарат, начинает фоткаться, ну, а что это такое? Я на фоне гроба Господня. Да, да, смотрите, вот я и гроб Господень, да, потом еще попросил какую-то матушку его сфоткать, тоже фотоаппарат из-под ряса так достал, ну, что это такое? Так. Ну, то есть, ну, там я чувствовал, что обрядность, ну, просто, да, ну, как бы, ну, вот, ну, тут покреститься, тут приложиться, тут поставить свечку, а там вот винишко выпить чуть-чуть, ими, ну, вот, как кровь и плоть. Ну, то есть, ну, как будто вот в этом нет чего-то такого, ну, сакрального, что ли, но у иудеев, ну, вот, когда мы в синагоге были, ну, там есть, там присутствует что-то такое, что вот как раз-таки сплачивает, ну, и видно, что они это делают не потому, что какой-то дядя сказал, что так надо делать. ну в общем то и к тому же я ну я тут вижу очень много таких более фанатичных религиозных людей ну которые приезжают там паломничество или что-то такое ну то есть ну они это делают естественно тому как-то с чувством но это немного другое тоже то есть то есть вкус религиозности разные люди безусловно ну и от религии как по мне тоже довольно многое зависит в принципе от обрядности от этого всего ну вроде бы в иудаизме очень много правил предписаний там 613 правил надо все соблюдать это на эту субботу ограничение там огонь не зажигает то не делать это не делать вроде бы это формально как бы ну сковы должно потому что православие гораздо меньше таких жестких ограничений правил вопрос отношения к этому всему к отношению к этим правилам ну то есть ну православие ну вот к примеру ну в сравнении с иудаизмом но оно какое-то такое консервативное и вот ну чувство вины там летает постоянно в воздухе ну иудеев я такого вообще не замечал ну то есть ну так чтобы знаешь одну скорбь вот виноватость вот в литургиях православных или ну слышится как будто а у стены плачь а разве это не скорбное место это скорбь но она другого качества ну это скорбь по ну как бы по народу самому но это такая ну хорошая скорбь а у православных это как будто скорбь которая тебя принижает ну то есть у меня у меня такое ну как будто вот ты грешник и вот ты виноват на самом деле ну то есть видишь иисус страдает за тебя страдает вот ну вот такая вот штука смотри мы были с тобой в у стены плача и потом у нас была экскурсия под стеной плача скажи по ощущениям это по впечатлению по ощущениям это по разному пиши ну стены плача наверное ну я не знаю может потому что нам на молину так активно то есть ну но там ощущения совсем другие то есть под стеной плача это так знаете посмотреть на археологию археологически да да вот здесь вот храм стоял вот здесь его снесли вот здесь его сожгли а вот там вот у нас это там вот у нас ну я даже не понял что это такое водный резервуар вот здесь у нас арка ну то есть ну ничего такого как будто стены там ну прям нам стоят молиться красивую а какое тебя ощущение переживаний было на участке где стоит мечеть золотым куполом туда же на час спускают туристов паломников мы ходили там это мусульманская часть прямо на стеной плача твое переживание ощущение там вот когда мы там ходили меня там появилась такая знаешь агрессия скажем так думаю захватчики думаю сразу до снесли храк снесли храм построили свое ну что этому храм то видимо что это на реконструкции но это что же очень красивая что у меня почему-то не не привлекло это ну то есть ну если есть места вот как стена плача вроде бы стена и стена да но тем не менее что-то цепляет а когда калякса поднялись ну то есть ну не то что-то калякса к аль акса как для аль акса вот как будто ну что-то агрессивное там как будто такое есть не прям это не понравилось ну то есть ну и не пустят даже там посмотреть ну вроде бы он очень консервативно так но чуть-чуть с агрессией как будто пойдем немножко пройдемся потому что если все начались хочется чтобы захватили так какой подарок ты хотел бы сделать городу иерусалим если тебя назначили на сутки президентом мира ну ладно израиля вот тогда что уж президентом можно бы как бы и мэром просто что уж хорошо сделай какой-то нововведение и чтобы ты хотел привнести улучшить мусорную инфраструктуру мусором много измут из каши отдать территорию храмовой коры а так можно да ну так конечно да ну то есть но я смотрю тут ну у меня такая это злость на мусульман то что они присваивают святыни то это наши как будто наши наши то есть из тебя так больше с еврейской я больше с еврейскими коня я уж держу друзья и так держу христианский этот новый ракурс прям баланс удерживаю по полной потому что они тут иногда даже сыра объединяются поле выйдут со мной как лучше скажи пожалуйста по возвращении интересно ли тебе было бы продолжать изучать ну скажем иудейские еврейские вероучительные вот эти пласты чтобы что-то читать узнавать глубже вот да да но не фанатично ну то есть не прям так взрываться прям знаешь ну вот и вот читать то например подобное ну просто историю хотел бы прочитать для начала в общем то есть пятикнижей моисеева перевожу для даразов пятикнижей моисеева она эта книжка наша общая с ним ну то есть ну там и есть что поизучать но не так чтобы прям полну не то что полностью в этом погружаться но отдавать этому все свое время скажем так то есть как будто ну вот брать по немного потому что я заметил что если брать много ну надоедает очень быстро это понятно да скажи пожалуйста если вот так вот брать например душа понятно что иудеи в душе еврейская народа это вера в их бога вот ты говоришь что чувство бога у тебя возникло как раз вот у стены плача если через это возможно чувство бога для тебя это ну это условно очень чувство бога ну то есть ну это да ну вот и описал я я не знаю как это описать это самое наверное подходящее но тоже крайне условное чувство бога ну да ну и не бога как знаешь как ну как представляет там бога христианство или тот же иудаизм ну пробу чувство бога как черну как я не знаю что это чувство бога как чувство чего-то хорошо теперь смотри все таки места святые грех было бы не спросить но вот видишь фигура иисуса она здесь вот особенно львиные ворота арабский квартал здесь дальше мы проходим через дамасские явские ворота там где-то в серединке между этим всем находится этот комплекс храма гроба господня как воспринимается эта фигура тобой я сейчас не дискутирую бог не бог я именно но вот ты человек и он-то однозначно человек тему бога и не продвигаю но по-любому впечатление но очевидно что развернулась большей степени чем когда мы это точечно употребили но иисус христос и все как здесь этот очень человеческий образ разворачивается перед тобой то есть что дорисовалась дополнилось допонялось о нем но я не могу ответить именно на этот вопрос потому что я не особо его дорисовывал скажем так то есть но мне было интересно узнать определенные нюансы из его жизни я не могу сказать что передо мной прям очень развернулся его образ на меня передо мной развернулась его жизнь которые описаны в библейских сюжетах в ну большинстве своих библейских сюжетах да ну вот то есть ну как как образ он у меня сохранился таким же как и был фактически да ну то есть но жизнь его дополнилась теперь не доставали мои комментарии в христианских местах немного раз доставали бы я бы сказал ну что дорогой оператор мы просим вас развернуться так чтобы мы оказались здесь на фоне наша передача подходит к концу мы находимся на елеонской горе в святом городе иерусалиме у нас еще впереди церковь нации здесь совсем рядом там нации именно собираются нацики 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 на разы нацики нацики вот значит и потом у нас будет еще место вознесения место часовни вознесения очень интересно устроена там в центре находится с хра камень с которым вознесся это единственная христианская часовня который в руках мусульман который вот у которой так чего давай уж у которой вырезан круг чтобы было видно место куда это вознесение произошло которое не купольная а купол с вырезанным крутом кругом и открытым небом вот мне конечно очень важно было путешествовать и с низом низом с каким низ в денисом да но и задел дэнер и ира у нас я вот рекомендую очень ирину если что адресочек в личку скину как лучшего в моей жизни а я уже пожил экскурсовода по святым местам именно в женской ипостаси в муж в мужской там и на галилею там нас возил прекрасный человек изя а с ириной было нам очень очень глубоко комфортно деликатно понимаете поэтому я предполагаю может быть это ее дальнейшая миссия приглашать людей сюда в это место для того чтобы знаете не окрашивать мировоззренческие это все а ну что ли своим присутствием вдохновлять двигаться дальше поэтому этот человек с необыкновенным даром присутствующий присутствие очень тонко чувствующий и каждое утро она чувствует куда сегодня едем вот именно по утрам с вечера она думает одно по утрам вообще другое складывается вот люди здесь очень добрые арабы очень тут и евреи очень христиане очень русские тут ну тоже добрый начата дениса не очень особенно батюшки не собираю работу особенно арабы иногда бывает вот и я вот желаю всем кто сейчас смотрит это прекрасное кино ну разок в жизни надо побывать особенно к вот этим веды там веды прям ветах сказано йоги васиштхи прямо там махабхараты да вы просто не были здесь вот если там в индии она как-то развернуты ты понимаешь то есть чему ты не интересно тем что в пространстве развернуты какие-то святые места здесь это не просто развернуто а большая экономия денег потому что сконцентрировано не надо садиться на автобус ехать там три часа туда машина сюда все что вы можете читать в трех мировых религиях но снова в первых двух она здесь сконцентрирована слажено сложено и очень глубоко и вот если вам не слабо уважаемые ведуны ну вот последователи кришны шивы и горящих да и махакали вот сюда стоит но просто чтобы сюда приехали чтобы здесь не медитировали не занимались йогой а имели смелость просто погрузиться и прожить это все только тогда вы почувствуете если вы со своими богами внутри приедете статуэтки расставить его ничего не увидите потому что это религиозный фильтр который не даст вам ощутить реальность мы тут путешествовали виде по-честному у нас не было с нами даже как мы запишем это интервью почему потому что ну молодой человек приятной наружности как чувствует так и говорит я заметили этом религиозным мамочкам сейчас я не цензурирую и дениса и поэтому мы друг другу честны вот как есть такие есть вот я очень хочу чтобы ну как это вот мое такое сердечное желание я был мир этим мэром израиля на один день я бы просто как ребят а приезжайте вот пожалуйста размещайтесь бесплатно кушайте бесплатно ровно сутки такая-то дата ну конечно тогда бы все самолеты были бы забиты наверняка но это стоит кушать здесь проживать ну дороговато в индии чуть-чуть дешевле но с учетом перелета ровно столько же очень приглашаем вас в израиль на следующем году в иерусалиме приезжайте лучше в какой-нибудь праздник знаете вы попадете в синагогу если вот мы зашли в синагогу вы знаете мы постояли 15 минут пас внизу сидят мужчины наверху женщин и вот этот торжественный серебристо-белый поток такого красивого партестного пения и мы вышли на следующий день не попали но нам было важно ощутить это переживать на пространстве в атмосфере среди людей мы зашли мы вышли вот и нам не слабо путешествовать без кожи и без вот этого маргарин под названием религиозное убеждение представление как надо или кто правильно чуть делать неправильно делать зато скипой а зато ски зато скипой кто не знаешь таки папа губить увидите такие прекрасные шапочки от солнца и чтобы бог видел просто израиль увидел а эти вот моих кто кто свой да кто своя кто индус тороп а кто араб мы благодарим вас за то что вы были с нами посмотрели все записи наши вот и конечно денис подустал и вот я дозировано смотрю устал не устал и передоз израилем это тоже согласись вот когда мы будем уезжать мы отсюда заберем свою душу мы не оставим обычно так и говорят я прям часть своей души здесь оставляем и заберем правда ночью уже везде чего можно оставлен что уж все что можно забрать заберем хорошо вот и давайте дадим вот это прекрасные купола в конце вот и на этом мы с вами встречаемся до свидания до новых встреч на нашем канале вот смотрите красотенькая и здесь прямо минус час да и здесь минус час вот шаг делаешь за ворота и сразу час представляешь это единственное особое чудотворное место где часовой пояс проходит внутри город обнимаем здесь солнце позже садится